Создать хоть какой-то уют Марина Дорогова украшает скромное жилище к Новому году. Она признается, деваться ей некуда. Ее квартира находится в аварийном состоянии. Чтобы не оказаться на улице, пенсионерке пришлось побегать по инстанциям. Комнату давать не хотели. Заселили только после того, как вмешался депутат Госдумы и представители Следственного комитета. Когда я сюда пришла, я посмотрела. Ну, вы сами видите, что здесь, посмотрите, пол. Потом, после того, как я ушла, прибили гвоздями. Здесь вот так вот просто отвалилась стена. Ну, вы сами видите, в каком состоянии. Когда я сюда пришла, я посмотрела, ну, извините, жить-то мне негде. Замок двери, как не работал, вот, стороны вот комнаты, так он не работает сейчас. Сказали, заменит. Ничего мне не заменили его, естественно. Вопросов у пенсионерки больше, чем ответов. И все они связаны с коммунальными платежами. Как ты только въехала вот сюда, не сразу была сумма в размере 6171 рубля за холодный водой. В воду просто сразу вписали сюда, в долг, где никогда не проживала. Марина искренне недоумевает. По ее словам, за двухкомнатную квартиру она платила чуть более 2000 рублей. Сейчас за комнату 15 квадратных метров отдает больше 3000. Женщина не понимает, за что берут такие деньги. Ведь условия, по ее словам, практически непригодны для жизни. К тому же условию здесь, конечно, в коридоре ходить, там потолок рушится, все стены, вся проводка залита водой. Везде вот подтеки, здесь вот уже подтеки. Ну, тут все комнаты в таком состоянии, в полуразрушенном. Ряд еще более-менее. Так что в остальных там жуче, что творится. Комната – общая кухня, где работает только одна плита, туалет и ржавый душ. Вот, что ждет посетителей маневренного фонда. Бывшая гостиница «Москва» стала пристанищем для обездоленных и погорельцев. От былого великолепия остались только стены и более-менее приличный вид снаружи. Пластиковые окна создают иллюзию благополучия. Марина Дорогова уже обратилась с жалобой к депутатам Государственной Думы и Городской Думы. Теперь ждет ответа.